здравствуйте на библейский портал экзегет пришел вопрос скучно стоять на церковных службах может лучше дома помолиться вы знаете домашняя молитва безусловно нужно если вы крепкой глубоко дома молитесь тогда и молитва в храме на службе становится значительно глубже и результативнее но в храм мы приходим во первых для того чтобы получить дары божии которые мы не можем получить дома для того чтобы участвовать в таинствах которые дома не совершаются прежде всего самое главное в таинстве евхаристии причаститься телу и крови христовых а во вторых для того чтобы преодолеть свою вот эту греховную отдельность свою самость ведь христос когда давал свою молитву молитву господню очень наш он не сказал молитесь так очень мой который на небе он сказал очень наш он предполагает и повелевает нам таким образом чтобы церковь молилась именно как церковь как собрание и он сказал где двое или трое собраны во имя мое там я посреди них почему кстати очень важно общая семейная домашняя молитва чтобы семья хотя бы вечером вместе предстояла в молитве потому что это реализация того что есть семья как малая церковь поэтому в храме вы можете получить от бога дары него присутствует прикосновение к вашей душе такие как вы не можете получить дом и интересно что если вы будете изучать жития и образ жизни людей которые полностью посвящить посвятили себя богу монашествующих то даже отшельники монашествующие живущие в полном безмолвии отдельно где-то в пещере далеко от монастыря они все равно всегда все собирались на все ночные воскресные бдения и участвовали причащались святых христовых тайн на литургии они все равно раз в неделю а если праздник то чаще собирались на совместную молитву молитва домашняя и молитва храмово еще можно сказать это как как два легких у человек они помогают друг другу и освещают друг друга вы пришли из храма на следующий день вам очень легко молиться дома вы пришли в храм если накануне вечером вы хорошо помолились дома внимание собирается значительно быстрее поэтому не надо противопоставлять эти молитвы надо их соединить надо практиковать молитвенный труд и тот и другой если вам скучно стоять на службе потому что вы не понимаете текста того что пою и поют читайте иисусу молитву когда выходит например дьякон и говорит прощение оставление грехов у господа нашего просим или христианская кончина живота нашего господа просим это вы понимаете вы же можете и сердце и ум включить в эти слова молитвы а если начинают петь стихиры которые трудно понимать даже когда у вас текст перед глазами с этим я согласен тут можно переключиться на иисусову молитву что помогает помогает подойти к настоятелю и сказать что батюшка можем ли мы предпринять какие-то усилия для того чтобы более членораздельно чтец читал тексты например можно спеть не 6 стихир на господи вазвах а три но с канонархом канонарх возглашает каждый стих и потом его повторяет хор так смысл того что поется значительно лучше доходит до молящихся вот сделать какие-то такие шаги вполне возможно внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео